От возложения цветов и развода караула до минуты молчания и концертной программы. В Челнах отметили 79-ю годовщину со дня победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие началось с возложения цветов памятнику Муседжа Лилио. Затем действие развернулось возле мемориального комплекса «Родина-мать». О том, как в городе отметили 9 мая, материали Лилии Гатиной. Перед началом парада звучат песни победы. А далее показательное выступление кадетов начинают каймановские звездочки. Под звуки торжественного марша на площади мемориала парадный развод выполняют карабинеры. День победы, пожалуй, самый важный праздник для всех россиян. Тем более сейчас, в период проведения специальной военной операции. Когда и тем, кто на передовой, и оставшимся в тылу, крайне важно ощущать атмосферу единства и поддержки. Кроме того, 9 мая – лучший повод напомнить о том, какими жертвами была достигнута та победа. «Были на поле на работе. Там колокол бьет. Смотрим, колокол бьет. Когда? Когда пожар. Мы закончили поле. Пришли домой, мама сидит плачет. Я говорю, что плачет? Видите, папа, канцелярия плачет. Что, дерут что-то? Нет, война началась. Вот так и пошла война. Вот не забуду никогда». К седовласым ветеранам Великой Отечественной войны в орденах сегодня добавились и другие воины в зеленой камуфляжной форме с нашивками боевых подразделений на плечах. «Наши дети бы не хотелось, чтобы они к нам пришли. Да, хочется, конечно, чтобы был мир. И то, что наши дети и внуки, то, что деды наши прошли Великую Отечественную войну, ну и мы, конечно. Ну, чтобы был мир, самое главное. Но я знаю, что мы победим». «Мирного неба. Наши молодежи. Главное, чтобы не было войны, чтобы они не проходили через то, что мы прошли. Вот и все. Счастья, здоровья, успехов». На площадь перед мемориалом вышли 36 парадных расчетов. Также задействована военная техника, которая выпускается в Челнах и Кавалерия. От имени Раиса Республики Рустама Миниханова поздравил и заместитель премьер-министра Республики Татарстан, министр промышленности и торговли Олег Коробченко. «Благодаря инициативной воле и вплоченности всего народа, стойких их родственников и трудников тыла, их самопожертвовало удалось подстоять свободу и независимость нашего рода. Освободить от фашистов в нем все человечество. Наши великаны стали для нас олицетворением таких жертв, которые в год в родину, патриотизм, понятие чести и долг». Слова поздравлений выразил и мэр города Наиль Магдеев. «Дорогие ветераны, мы гордимся вами и равняемся на вас. Мы сделаем все, чтобы ваш опыт навсегда сохранился в сердце каждого ученица и передавался нашим детям и внукам. Уверен, что последующие мгновения будут дальше вверху любить родину, хранить традиции и всегда помнить о бессмертном подвиге наших деток». Праздничное мероприятие возле мемориала «Родина-мать» завершилось минутой молчания и возложением цветов. Затем концертные программы продолжились и на набережной Габдулы-Тукая, бульваре энтузиастов и в парке Победы. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, Новости, Набережная, Челный.